Вот, наконец, мы выбрались в наши парки, Рижские парки, которые сейчас залиты золотом листвы. Вот парк. Смотрим дальше на наш памятник писателю Упитесу. Здание, наши клены. А вот это золото покрыто всё. Такая красота. Мы пройдём сегодня по нескольким паркам. Всегда мы ходили по этим паркам ещё много лет назад. И вот этот ковёр на ковре из жёлтых листьев, вот из жёлтых листьев, платьев сопростом из подаренного ветром крепкошина. Осень танцует вальс в Босток. Вот сегодня осень, у нас танцует вальс в Босток. И когда-то, ну ещё я и немного осталась танцевать на ковре из жёлтых листьев, она скоро эти листья уже уберут. Вот там уже уборочная машина. Вот она так, так хладнокровно едет. Да-да, вот она, красненький такой, маленький. И вот эта машина, она скоро заберёт нашу листью. И уже мы погрузимся в такой аскетизм наших парков. А сейчас мы гуляем. Ещё погуляем и покажем дальше. Следующий парк. Народ ходит довольный. Это ёлки, ели. И вот ковёры жёлтых листьев. Залито всё. Так, а теперь наши парки все как бы за каналами. С одной стороны и с другого. Это один канал, который отделяет старый город от нового города, от новых построек. Этот канал имеет самую-самую, как бы, историческую, почти древнюю, если можно сказать, но очень глубокую старину своего происхождения. Потому что это был как бы городской вал, который отделял город когда-то. Весь город отделял от пригорода. Этот канал отделял. Как бы он предотвращал, ну, ненужные нападения на этот наш старый средневековый город. И вот сейчас мы пройдём по этому каналу. По этой красоте. Народ тоже наслаждается осенью. Люди тоже везде фотографируют. Смотрят, какая красота. Ну, конечно-то, это же, это же уже последние, так сказать, денёчки. Последнее дыхание, которое каждый решением хочет всё-таки поймать. Вот идём мы по этому каналу идём. Это другой берег. Мы только что снимали на том берегу, а сейчас на этом берегу. А вот перед нами когда-то, вот это белое страни, это был молочный ресторан. И каждый рижанин, исконный рижанин, помнит это чудо. Мы все рижане очень любили его. Потом я возила свою дочку. Здесь были даже танцы и великолепное меню. Я никогда не забуду, здесь особое было блюдо в этом молочном ресторане, которое мы обычно заказывали. Это судак под польским соусом. Да, всё осталось. Где-то воспоминания хрижан и судак. А молочного ресторана уже нет. И видно, никогда не будет. Он не восстановится, увы. Но зато остался парк. Такой красавец. Вот это утки. Их сколько много. Сосны наши. Вот так мы идём вдоль этого канала. Вот они, старый-старый парк, старые деревья. Дальше идём. Конечно, красота. Сидят уже на скамеечках. Тоже наслаждаются этой жизнью. Потому что посмотреть на эту красоту нету. Сегодня дождя. Вот это идём, идём, идём. И дальше ещё будет продолжение наших парков. Уже холодный ветерок. Ой, какой прохладный. Ну, кому-то всё это дорого. Нам всё это дорого. Мы счастливы, что попали сегодня в этот длинок. Великолепнейшая сосна. Это особая сосна. Это большой-большой хвоя. Это же не наша. Это вот раньше, как вы посадили сосну, такая лохватая. Какая-таки огромные хвосты сибирских котов. Наша же местная сосна. Они такая, вот такую взять, посадили. И ещё одно наше заповедное местечко вдоль канала. Это когда один парк кончился, а вдоль канала начинается другой. Вот этот фонарь, это ещё со старых времён. Это ещё с начала прошлого века. Это Нина Вадил, Арка и наш канал. Вот мы идём. Это красиво тоже. Тоже ковер из листьев, который вот должен уйти. И вот мы сейчас пойдём по этому каналу и очень любим этот пуск. Ещё одна очень красивая сосна посажена специально. А здесь уже почему-то всё облетело. Вот идём. Такая красота. Мы любим это местечко. Сколько раз мы по нему спускались. С ним связано у нас, конечно, воспоминания наших здесь прожитых лет. Воспоминания. И самые светлые, и грустные, печальные. А вот какой красивый вид. И вот ещё идёт дальше старая Рика. А вот этот канал, опять-таки, хочу повторить, что он отделяет, вот этот городской вал, который отделял средневековый город от возможных неприятных набегов. А это уже новый город был. Это средневековый город. Вот этот вал. Сколько же здесь прошло веков, и эти души, эти же мысли, эти чувства людей, они вместе с нами. Наверное, поэтому наш город очень нам дорог. Ему свыше 800 лет. Ну, много здесь было разных политических, как говорится, баталий, переходов, исторических периодов. А чувства, чувства, они всё-таки здесь, наверное, вместе с нами витают, как бы, независимо. Что-то есть в этом такое заповедное. Вот она, красота какая. Что-то есть заповедное. И поэтому, наверное, лежание, помешанное на нашем городе. Вот это такой сейчас трамвайная линия. Трамвай. Идёт. Вот он идёт, голубчик. И с трамвая тоже смотрит на эту красоту. Вот он идёт, идёт, идёт. Вот он идёт. А и мы вместе с ним, мы вместе с осенью и со всеми теми душами, которые столетиями здесь жили, думали, радовались, страдали, жили, уходили из жизни. Но нет. Наверное, всё это не ушло. Что-то всё-таки витает. Поэтому мы всё-таки здесь живём. И это, может быть, всё и держит нас всех лежат. Мы не отчаиваемся. Как бы нам не было трудно, как бы не было сложно, но мы не отчаиваемся. Вот сейчас этот кусочек мы ещё пройдём. А там дальше будет ещё один парк. Красивый кусочек. Вот это пороховая башня, тоже средневекового времени. озвучит музыка урочного музыканта. Грустная. Грустная. Вот ещё один арочный мостик. Тоже его любят рижами. Всё это под музыку. По-моему, что-то такое оригинальное. играет музыкант. Вот и наш подходник к этому ещё одному, так сказать, Love Store. Love Store. Это старая-старая песенка. Любовная история. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Семидесятых годов был ещё такой фильм оригинальный. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- заповедное местечко рижан бастионная горка вот она мы с нее сегодня сделали фото так что рижанам которые покинули наш город это будет от рада их сердцу и большой как говорится сюрприз и под музыку уличного музыканта спускаемся с этой горки ну тут конечно всегда рижан охватывает восторг идем вместе с людьми идем вдоль канала и вдоль вот это винтажность вот этой горки здесь все конечно залито золотом и вот вальс бастун здесь осенний уже начинает хорошо заканчивать свой великолепнейший танец красота идем дальше спускаемся все залито все залито золотом на ковре и желтых листьев платьице простом розенбаум и уличный наш музыкант идем вдоль канала вдоль канала и вдоль бастионной горки это последний наш сегодня кусочек наших парков вот кусочек последний наших парков канал великолепный мости карочные и дальше идем и сейчас уже мы закончим наш сегодняшний поход вот остатки клумбы здесь всегда великолепнейшие клумбы весной снова они появятся эти последние цветы кажется георгины да вот последние цветы последние цветы остальное декоративные кусты тоже красиво конечно все очень красиво старинные деревья эти кусты декоративные такая горка живописная осенние живопись вот она идет идет красиво тоже очень красиво колоски колоски а вот это а это же барбарис да вот 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 кусты барбариса вот такие или нет да нет да похоже на барбарис но это не барбарис но тоже красивые какое-то плода носящие кустики желтые тоже кусочек яркий великолепен идем вот она красота и вот они последние осенние цветы ну это такая красота они особенно радуют глаз вот такая клуба даже осенью можно такую сделать гамму великолепную из кустов и вот такая седая серебристая тоже травка тоже изысканный такой оформление такое изысканное а вот такие метелочки такие метелочки а вот 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 она вот 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 сейчас мы подходим уже скоро закончим наш сегодняшний осенний поход тоже идем к памятнику нашему уже к нашему памятнику свободы вот он памятник с ним тоже связана наша семья по моей маме мама местная и вот когда-то когда собирал народ на этот памятник нас еще на свете с дочкой не было то семья моей мамы она наверное нет она уже родилась она же с 26 года но она была в России а семья все-таки ждала возвращения ее, ее братика ее отца отца Веселя они собирали на этот памятник и они отдали деньги даже за нас с дочкой так что здесь и тоже наши копеечки но это были не копеечки, а латы и вот даже тогда уже тогда мы уже как бы присутствовали еще не родившись в нашем дорогом городе и его а памятник очень красивый великолепнейший скульптор залы сильнейший памятник в нем все в этом памятнике все надежды все чаяния латышского народа которые все-таки воплотились за 20 лет первой республики но потом война все свела а потом этот памятник стали использовать в политических целях ну вот и не совсем, как говорится реальных увы но только чтобы он остался мы надеемся, что с ним ничего никогда не встречется несмотря ни на какие исторические политические катаклизмы вот так мы сегодня кончаем наш поход еще один прудик и вот мы подошли всем-всем привет я